Соревнования, которые проходили в Максима Стейблс 18 и 19 июня 2016 года, в двух словах не опишешь. Для нас это ведь новый, да и вообще классика его, конечно, не назовешь. Ковбойские шляпы и ковбойские сапоги, клетчатые рубашки, чапсы у мужчин. Все то же самое, но вместо рубашек, водолазки ярких цветов со стразами и вышивкой у женщин. Седла, оголовья, железо и шпоры, украшенные богатым тиснением и гравированными серебряными накладками. Все это визитные карточки езды в стиле вестерн, распространенный в США и стремительно завоевывающий мир. Вестерн спорт становится все более популярным не только в Европе, но и в России. И одна из самых зрелищных и популярных дисциплин рейнинг уже включена в программу всемирных конных игр. Сначала это было больше на шоу похоже, но когда поняли, что работать надо именно в спортивном направлении, лишние люди уходили. Оставались именно те, кто влечен спортивными дисциплинами. Начали развивать. И вот с 2009 года потихонечку, потихонечку, у нас сегодняшние деньги, это порядка 50 всадников в общей сложности. Плюс еще захвачено несколько регионов. Отдельно, вот сейчас в Санкт-Петербург, девочки развивают там именно филиал делать нашей федерации. В Нижнем Новгороде я ездил, семинары проводил. Ну, в Сибирске там есть. Принципы езды в стиле вестерн – баланс, контроль весом, терпение и мягкость. А все это вместе, как известно, ключ к взаимопониманию с лошадью. Поэтому, несмотря на разительные отличия в амуниции и одежде между привычными нам олимпийскими видами конного спорта, конкуром, выездкой, троеборьем и ковбойским стилем, разница в подготовке лошади не настолько велика, как думает большинство конников. Оба стиля, и традиционный, и вестерн, требуют от всадника уверенной и независимой посадки и мягкой работы поводом. Основная разница в выездке лошади, пожалуй, состоит в том, что ковбойская лошадь более самостоятельна, а в обучении используются ее естественные движения. Дисциплина пришла из Соединенных Штатов Америки. Там это почти единственный популярный вид спорта. Конечно, классические виды тоже есть, но вот в массовом порядке занимаются конным спортом, именно вестерн-спортом. Американские ковбои проводили много часов в седле, а стиль езды и снаряжения были приспособлены для работы с лосо и сортировки стада на пересеченной местности. Как раз из-за лосо и появился так называемый фирменный знак вестерна не крейнинг, когда ковбой мог управлять лошадью только одной рукой. Именно поэтому все лошади были обучены поворачивать от приложения повода к шее, что сейчас мы можем видеть на соревнованиях. Вестерна подходит в принципе любая лошадь хобби-класса, главное, чтобы она была не очень растянутая, то есть это компактные лошади, но опять же для разных видов дисциплин, это разные, например, у нас есть дисциплина плежер, где в принципе оцениваются природные движения лошади. Тут в принципе лошадь может быть любая, и высокая, и длинная, главное, чтобы она четко, ритмично двигалась и выполняла все элементы по команде всадника. А для других дисциплин, для трейла, для рейнинга нужна компактная лошадь, то есть такая более квадратная, скажем так. В рейнинге вообще низкорослые лошади используются, в рейнинге важно, чтобы лошадь была маневренной, то есть умела быстро поворачиваться, разворачиваться, реагировать на команды всадника, то есть это то, с чего в принципе все начиналось, потому что лошади для вестерна это рабочие лошади, это не даже больше не шоу лошади, а именно обычные рабочие лошади, которые используются на ранчо каждый день. Все соревнования в стиле вестерн можно условно разделить на вестерн и родео. Объединяет их, пожалуй, одно – непринужденная обстановка, громкая публика, похожая на фанатов футбольных матчей, и при этом спокойные и расслабленные лошади. Соревнований в стиле вестерн много, здесь и одновременное выступление нескольких участников в манеже, и набор разнообразных элементов для начинающих всадников, которые лошадь и спортсмен должны правильно и красиво выполнить, и паркур в стиле вестерн с препятствиями в виде ворот, испытаниями в жердях, разворотами в квадрате и так далее. На маршруте всегда оценивается поведение лошади при преодолении препятствия, самостоятельный выбор прохождения простых препятствий и внимательность к командам всадника в более сложных заданиях. Также оценивается качество и ритмичность алюров. Судьи любят, когда лошадь проявляет интерес к препятствию, а не проходит его механически. Что такое рейник? Это, как и другие дисциплина, это стандартная схема. Ты должен проехать ее, и все едут одинаково. Кто хорошо, то плохо, в смысле, одну схему. Но то и отличается качество. Один хорошо подготовил лошадь, другой хуже. Или наоборот, кто справился со своим волнением, которое могло передаться, допустим, лошади, тоже очень важно. Вот это как раз вот и есть спорт, где побеждает сильнейший. В программу турнира, который прошел в Максима Стейблс при поддержке Федерации конного спорта России и Федерации конного спорта по вестерн-дисциплинам входили несколько видов вестерн-спорта. Трейл – своеобразное преодоление препятствий, приближенных к естественной обстановке на ранчо. Соревнования по трейлу проводятся в России с 2005 года. На выставке Эквирос в 2008 году прошел Кубок Федерации конного вестерн-спорта по вестерн-трейлу. Также в Федерации было проведено несколько семинаров по трейлу, которые вызвали большой интерес российских конников. Плэжер – оценка качества движения лошади и ее удобности для верховой езды. Рейнинг – ковбойская выездка, оценка маневренности и выезженности лошади, ее способность выполнять команды всадника, которые он отдает, прикладывая повод к шее лошади и перенося вес своего тела в седле. Ранчрейдинг – оценка рабочих качеств лошади, езда по схеме на разных аллюрах. Шоумэншип – работа с лошадью на земле, где оценивается выводчик. Я могу сказать, что декларирована даже наша Федерация ФКСР – это дисциплина рейнинг. Она всемирно признана, потому что по этой дисциплине проводятся всемирные конные игры. В рамках соревнований по вестерну также прошел кубок Максима Стейблс по рейнингу. Рейнинг – одно из интереснейших направлений вестерна, а его визитная карточка, скользящая остановка, пожалуй, не оставит равнодушным даже обывателей. Рейнинг – это самые динамичные и зрелищные соревнования. Это своего рода выездка в мире вестерна. Рейнинг признан Международной Федерацией Конного Спорта и входит в программу всемирных конных игр. В схеме езды – круги на галопе, большие – на быстром галопе и маленькие – на медленном галопе, лоупе, менка на галопе, спин – быстрое вращение на месте до 4 оборотов в одну и другую сторону, роллбэк – остановка с галопа, мгновенный разворот на 180 градусов и подъем в лоуп. И, конечно же, символ рейнинга – скользящая остановка, когда лошадь скачет галопом на максимальной скорости, а по команде всадника тормозит задними ногами, что напоминает скольжение. Я очень рада, что соревнования проходят на такой большой площадке, очень хорошо обустроенной. У меня хорошо подготовленная лошадь, которая раньше тренировалась с моим тренером. Я очень рада показанному результату. Это мои первые соревнования. Мне страшно, но интересно. Впервые на соревнования по вестерну в России приехал судья из Германии Майк Бартман, который входит в десятку самых опытных и часто приглашаемых на международные турниры судей в данной дисциплине. Майк Бартман неоднократно судил чемпионат Европы по рейнингу – престижные породные соревнования в различных европейских странах. Сам Бартман является действующим спортсменом и своей любимой дисциплиной считает настоящую ковбойскую «Walking Cow Horse». Его десятилетняя дочь – чемпионка Европы среди детей в этой дисциплине. Вестерн берет свое начало в США. Эта дисциплина зародилась на основе ежедневной работы ковбоев на ранчах. Лошади всегда были рядом с человеком для выполнения различных манипуляций со скотом, работы на пастбищах, осмотрах огромных территорий. В частности, дисциплина рейни началась именно на основе навыков и умений рабочей ковбойской лошади. Да, у нас эта дисциплина очень развита. Первые лошади породы Quater Horse, которые чаще всего используются в вестерн-спорте, появились в Германии в начале 70-х годов, и на сегодняшний момент их популяция составляет около 15 тысяч голов на территории Германии. В частности, на этой неделе состоится турнир по рейнингу в Германии недалеко от Нюрнберга. Это очень масштабное мероприятие в вестерн-спорте, и на данный момент на турнир зарегистрировано около 500 лошадей. Соревновательный график очень плотный, и часто организаторы работают по 16 часов в сутки. Это мой первый визит в Россию, и, если честно, я не знал, чего ожидать. Но я был приятно удивлен уровнем подготовки некоторых лошадей и всадников. Очень много талантливых спортсменов. У них есть все основные навыки, вся базовая подготовка была проведена очень грамотно. Еще немного практических тренировок. Я думаю, что Россия выйдет на новый уровень вестерн-спорте, и составит достойную конкуренцию более развитым в этом направлении странам. Итак, на два дня Максима Стейблс превратился в настоящее ранчо. А благодаря традиционным прямым трансляциям из Максима Стейблс, все желающие смогли стать частью удивительного мира вестерн-спорта. Причастные к этому виду испытаний, с удовольствием делились опытом друг с другом. А зрители, присутствующие на таких соревнованиях впервые, сидели, раскрыв рты в прямом смысле этого слова. А потом еще долго пересказывали увиденное своим друзьям и знакомым. Впрочем, это нельзя рассказать. Вестерн нужно было видеть.